Сегодня мы позвали партнера, который уже прошел этот путь и владеет четырьмя кофейнями самообслуживания, и он поделится с вами опытом, то есть мы прям с ним вживую пообщаемся, мы проговорим все темы, которые вас интересуют, и будем двигаться дальше. Это партнер Вячеслав Анпелогов, давайте его встретим. Принесите, пожалуйста, нам стул. Здравствуйте. Да, добрый. Да, Вячеслав, еще раз, кто может быть прослушал, у Вячеслава четыре кофейни, открыл первые кофейни в конце июня, сейчас все четыре кофейни делают стабильно 100К+, это сто тысяч прибыли или выручки? Сто тысяч, это выручки. А, выручки. Все, я понял, даже сто тысяч выручки достаточно хорошо. Окей, у нас очень открытая такая встреча, то есть Вячеслав приехал к нам и говорит, а как отвечать на вот этот вопрос? Мы говорим, что отвечать, мы не скажем как, отвечайте как, соответственно, нужно и необходимо, то есть как знаете, вот как все прошло. Один из самых первых вопросов, расскажите о себе вообще пару вводных, сколько лет? А, со звуком проблемы. Окей, все. Расскажите о себе пару вводных, сколько лет, чем вообще занимались до этого, до кофейни самообслуживания? Ну, мне 36 лет, будет вот в ноябре 25-го, 37-е, до этого занимался, ну и сейчас занимаемся прокат, спортивные инвентаря, велосипеды, детские электромобили, веломобили в парке. Одна, одна точка у нас и она у нас сезонная, летом, то есть раньше у нас как было, то есть мы сезон работаем и не сезон, сидим дома, отдыхаем. Вот, теперь получается у нас первый, первый сезон, когда у нас зимний, осенний-зимний период, у нас идет доход, вот, ну, благодаря этим кофейням. Вот, вот так. Прикольно, блин, что так можно было здесь, летом поработал, а потом сиди и это, и жди, забавно. Окей, мои коллегами сказали, что у вас сейчас с женой три ребенка и скоро совсем будет четвертый, поздравляю, это здорово, это безумно классно. Насколько сложно вообще совмещать управление четырех кофеен там и другие сферы жизни, включая жизнь там личную и работу? Ну, это зависит, наверное, от того, успел ли ты найти сотрудников на этой кофейне или одного сотрудника. Вот, ну, в моем случае получается, что я живу в северо-восточном округе, ну, Бутырский. В кофейне у меня разбросаны две на южном и одна ближе к центру. Вот, и первые месяцы, ну, было очень сложно. То есть, если бы я где-то работал, ну, наемно-рабочим, то, ну, пришлось бы поэтому уволиться. Вот, и потому что съездить на юг, тем более первые, первые запуски эти, много недопонимания, вот это, были, есть все курсы, где можно проходить обучение, то есть проблем нету с информацией, проблем нету. То есть, если внимательно вникать, то всему тебя и обучат, расскажут и подстрахуют в каких-то моментах. Ну, я не вник в эту тему, потому что я больше привык как бы в живую, да, на опыте. Вот, и поэтому я уже по ходу пьесы начал, когда уже кофейни непотрясенно встали, и мне было вот, то есть, там что-то случилось, там вода закончилась, поехал с севера вот на юг, потом, ну, и вот так вот у меня где-то месяца два, наверное, было, беготня. Это пока вот на месте, там есть ребята, ну, работники в магазинах, там с одним поговорил, договорился с одним, с другим, ну, и в общем, только так я себя смог разгрузить, а самостоятельно, ну, это, наверное, не реально, либо ты целыми днями будешь кататься, либо... Ну, мы говорим про историю, да, когда у вас, вы наживете совершенно в другом месте, а у вас кофейни по всей Москве, Москва очень большая, в этом плане, да, безусловно, да. Там есть определенная история, почему так получилось, ну, почему у нас, я же живу на, в севере, да, две точки на юге, там, рассказать? Да, конечно. Получается, когда подписали договор, начали искать локацию, долго не могли найти, искали там по пятерочкам, ничего не получалось, и как-то раз я ехал, в общем, на очередную пятерочку, посмотреть, проезжал мимо магазина, да, вот, на велосипеде заезжал, заехал, думаю, посмотрю, что там, остановился, зашел, смотрю, народу много, думаю, ну, здорово бы здесь поставить мне эту станцию, ну, все, поехал дальше, посмотрел на эту пятерочку, там уже кофе стоит, ну, и все, опять проходит время, ищем локацию, ничего не находим, ну, а потом мне говорят, дают адрес, съездите вот на этот адрес, посмотрите, ну, нравится вам или не нравится, я смотрю, адрес, это как раз тот самый магазин, которого я проезжал, в общем, я без разговоров соглашаюсь, меня переводят на другого менеджера, на Марину, она занимается вот как раз именно по сети, да, и она говорит, что есть три адреса, вот вам вот этот, и еще есть два, вот на юге, ну, посмотрите, выберите, ну, я сразу же определился, с каким адресом, она говорит, что в эти три магазина просили, ну, в первую очередь поставить, вот, потом я, значит, подумал, думаю, ну, раз они просят, то да, надо, значит, поставить, тем более в магазин, да, да, вот, ну, как бы сразу сказали, что там по 100 рублей, что там определенное меню, ну, я, ну, в общем, согласны, и в итоге заказываем еще две станции, и так вот они теперь, потом уже я посмотрел, что они находятся на юге, поехал, посмотрел, точнее, не посмотрел, а я посмотрел, когда уже перед этим, перед установкой, там, за один день я буквально посмотрел, вот, ну, и потом через месяц мы, также я спросил Марину, она говорит, ну, есть там еще, как раз вот на Аутуфе, недалеко от меня, там есть еще один, да, и вот мне он самый ближний получается, говорю, так вот мы в сети, да, теперь стоим. Мечты осуществляются, да, так можно назвать? Можно сказать, да, так же, я даже не подозревал, что получится. Ну, прикольно, тут как раз-таки вопрос, как пришли в бизнес на кофейник самообслуживание, легко ли было решаться вообще? А вот решаться было, такая история тоже такая есть, мне все хотелось, тоже вложить вот это деньги, чтобы была прибыль, и вот, как бы, постепенно мониторил, мониторил, там, куда, в какую сферу, этого я всего не знал, ну, то есть не мог найти, и потом, если я не ошибаюсь, это где-то, наверное, в соцсетях, где-то я наткнулся на ваше объявление, и зацепило меня то, что там, что там 30 минут, в общем, на обслуживание, там, ну, и там доход какой-то. Я обратился, я даже, по-моему, как подал заявку, или на какой-то этот оставил заявку, и потом проходит время, там, буквально день-два, я там с одним другом посоветовался, ну, говорю, вот так и так, есть эта идея у меня, он говорит, ну, ты почитай отзывы, я говорю, точно давай почитай отзывы. Зашел в интернет и как раз вот наткнулся на первый этот, там, такой негативный... Отзовик.ру, наверное, называется. Ну, что-то такое, да, там, два, по-моему, и сколько-то этих негативных отзывов. Я говорю, спасибо тебе, Юрий Анатольевич, в общем, упразумил, и все. И как раз со мной связывается менеджер, я говорю, ну, это уже неинтересно, а почему? Ну, вот, скинул скриншот этот самый, отправил, ну, говорит, очень жаль. И, ну, в общем, объяснил, откуда этот отзыв, потом, в общем, предложил мне вступить там в группы, посмотреть, ну, как, что люди общаются, есть там доходы, там, все это не мыло. Ну, вот, такая история. Тоже забавно так на самом деле. Есть, у нас даже есть, наверное, видео как раз-таки, где мы с Константиновым описываем вот этот сайт, там их три. Если зайти на эти сайты, там можно посмотреть отзывы, написанные в 2018 и в 2022 году, идентичные просто между собой. А самое забавное, что в 2018 году мы еще не существовали как кофейницам обслуживания, то есть нас просто не было. Это люди, которые говорят, заплатите нам 100 тысяч, мы удалим сайт, но не факт, что они его удаляют. Ну, то есть это, это есть, это существует, но мы больше ориентируемся сейчас на современные соцсети типа Телеграма, там вот этих всех групп, которые мы спокойно транслируем и про них рассказываем. Прикольно. И потом, по итогу, вы решились и что по итогу-то сподвигло? А, что-то сподвигло. Ну, грудь, явно не группа, куда вы перешли. Ну, потом, как-то, знаете, просто отпали сомнения. То есть я уже до того, как я узнал, ну, как-то мне хотелось это уже приобретать. Потом вот я немного отклонился, хотя до этого я где-то, ну, в районе месяца, наверное, вот думал по этому поводу. И потом заявку вот это оставил, потом с другом поговорил, наткнулся на отзыв. И потом вот этот момент, он короткий был, как бы, просто вот эта штура ушла, как бы, с глаз. Не понял. И я просто спокойно уже связался и потом, ну, купил эту вашу кофейню. Не понял. Один из следующих вопросов, это какие сейчас результаты вообще в деньгах, если не секрет, на четырех кофейнях? Результаты, получается, ну, вот две, значит, вот четыре, да, две из них, там, в среднем 44 стакана, а те две там где-то 37, что-то. В день? Да. Мы просто как раз таки только что обсуждали, ну, явно слышали про 18 чеков в день и стаканов в день, вот у вас 44, 30 с лишним. То есть, вот прямой, живой результат. Прикольно. А как, а, как искали локацию, мы как раз таки с вами обсудили по магазинам, это, да, прикольно. По переговорам с арендодателем, то есть, как происходило протест, вам Марина отправила адреса, приехали? Да, непосредственно с арендодателем я не общался, все вот, как бы, удаленно, без всяких, там, каких-то переговоров, презентаций. Ну, то есть, все это делает Марина спокойно, без нервяка, без каких-то, там, трудностей. Угу, окей. Как вообще вам наш кофе? Получаете ли вообще обратную связь от гостей? Да, кофе, то есть, бывают такие моменты, когда, когда, этот, сам, кофе, там, не работает, да, кофе, аппарат, и там звонят, вот у вас, мы, там, пьем ваш кофе, так жаль, так жаль. Ну, в общем, всем нравится. Ну, это, отчасти, это очень приятно, то есть, когда есть танцы, когда люди пишут, что кофе очень нравится, это прям, приносит больше эмоций, чтобы приезжать, обслуживать и дарить радость гостям. Прикольно. Я быстро отвлекусь от темы, я просто напомню, что 3-4 минуты осталось, даже меньше. Это больше, наверное, вопрос к модераторам, чтобы кнопочку у нас закрыть через 3 минуты 40 секунд, это помните. Ну, и кто еще не решился, у вас есть ровно 3 минуты, потом кнопка провойдет, я вам обещаю, мы на этом остановимся. Я последний раз напомнил, все, давайте ехать дальше. Доволены ли работой с компанией? Можете ли посоветовать нас, там, другим, там, людям, коллегам, друзьям? Работой я доволен, и я советовал, правда, они так и не решились, потому что один из Ростова, и у него было там, было одно предложение с краснодарской компанией какой-то, он мне прислал эту презентацию, а я ему прислал вашу презентацию, как раз вот уже обновленную. Ну, конечно, там очень большая разница в плане оформления, ну, то есть, если ты берешь две презентации, то в любом случае хочется взять вашу компанию. Ну, вот, ну, в общем, так он и этот самый, не решился, и они не решились. Ну, в общем, они не там, не там, не купили, просто отошли от этой двери. Я просто, когда мне сегодня сказал, Максим, как раз таки, что вы приедете, я прям сразу вспомнил, у нас был вопрос по купюроприемникам, что решался долго, но вы решили, что, я больше к тому, что обратная связь есть, то есть, вас никто не бросил, мы решили, не быстро, но решили вопрос, и так далее. Да, вопрос решен был, ну, как бы предлагали себе различные варианты решения проблемы, там просто оказалось в самом этом проводе, да, который поставлялся с этим купюроприемником, конечно, много боли у меня по этому купюроприемнику, потому что это как раз по самой дальней точке, мне приходилось туда-сюда, вот это долго, потом пока отвезешь. Вот этот, наверное, единственный момент, который мне досаждал, ну, вот, ну, и эта точка сейчас, она, ну, как раз она в октябре больше всех сделала. Хотя в начале я прям роптал на нее, потому что, во-первых, это летний сезон, я не знал, то есть, сезонность, ну, сезонный бизнес или нет. Это было, ну, вот, 28 июня, вот, и очень мало, там, да, 17 пока, если было 17, то просто у нас получается, что аренда высокая, ну, 15 тысяч аренда, 100 рублей в стакан, вот, и 17 чеков, но этого маловато. Да, и еще так далеко ездить постоянно, я уже Марине, ну, Марина спрашивал, можно переехать, вот, ну, она мне, как бы, говорит, магазин, да, такое не приветствует, давайте подождем, пару месяцев посмотрим, вот, ну, и в итоге она сейчас больше всех приносит. Ну, есть вариант, как раз-таки, дождаться. Дожидаемся чуть-чуть, еще месяцок-два ждем, и вот вам, пожалуйста, результаты. То есть, не стоит раньше времени бить тревогу, это, во-первых, и, ну, да, надо уметь ждать. Ну, все, там уже время покажет. Есть продажи. Забавное стечение обстоятельств с этим магазином, да, на самом деле, сейчас вот так анализируешь, это вот, куда-то смотришь, там, не знаю, на какую-нибудь высотку в Дубае, и вот думаешь, вот я там скоро жить буду, а потом тебе звони в какой-нибудь менеджер Марине и говорит, вот, можешь переезжать, вот это же самое практически, прикольно. 10 секунд осталось, ребята, пожалуйста, кнопочку не забудьте выключить, 10 секунд, последний шанс нажать на нее, и она пропадет. Я хочу быстро просто посмотреть, выключится она или нет. А, она, кстати, уже должна выключиться. Должна, наверное, выключиться. Окей, и давайте последний вопрос, это пару советов новичкам, вот, не задумываясь. Ну, это прям, как бы, бюджет, если вкладывать, да, сколько там, 450 или сколько там, тысяч, да. Смело, тысяч, наверное, еще 50 на такой день, потому что всяких, всякие мелочевки надо, приходится там, там докупить, тут докупить, плюс сырье надо сразу закупить. Потому что, вот, это очень хорошо, что есть в этом стартовый этот набор. И еще большой плюс, когда идут в подарок, там, 10 пачек кофе, нам они как раз вначале очень сильно, у нас, получается, 3 точки, 30 килограмм кофе привезли. Вот, и нам, нам это, для этого, как бы, стартапа помогло. Вот, ну, как бы, закладывать сверху бюджета, обязательно. И еще не строить себе, как бы, такие иллюзии, надежды, что вот сейчас я поставлю эту, эту точку, кофейню, я там бизнесмен, что там, ну, типа, сильно большие надежды не подавать. Вот, поставил точку, работает, слава богу, не работает, ну, помогает, компания помогает, там, все шаги, там, по продвижению, ну, в общем, не расстраиваться раньше времени, уметь ждать, терпеть, ну, так, больше ничего, деньги, терпение. Ну, да, в любом случае, нужна какая-то подушка, там, дополнительный старт, там, на аренду, то есть, в любом случае, нужно отложить чуть-чуть, там, 1050-40, вполне достаточно будет для старт, и так, да. Есть ли какие-то вопросы у чата к Вячеславу Максу? Как вы желаете в такой конкуренции? Не знаю, общий вопрос, или... Есть конкуренты рядом? Нет, конкурентов нет. Есть такой момент только один, и это, не знаю, с чем связано. Связано это с логистикой компании, там, ну, с монитором или с картами, потому что, получается, вот у нас точка, и напротив стоит партнер пятерки. Вот, и был, ну, неприятный, были неприятные разговоры по этому поводу, на плане того, что они уже, там, стоят, там, три месяца, а я, вот, стал, там, ну, пришел, поставил свою точку. Я не думал, что, может быть, так, как бы... Ну, это совершенно же разные трафики, разные улицы в Москве, это... Как бы, ну, в общем, неприятный разговор был на эту тему, и я не знаю, насколько это нормально или ненормально в таких... Как-то сказать-то... Ситуациях. Ну, вот, предложили точку, я встал, не глядя, ну, я, во-первых, принял, да, решение, не глядя, я поставил точку, не глядя, вот, как бы не смотрел, есть там рядом кто-то из конкурентов, нету там конкурентов, вот. Я понял. Спрашиваю, кстати, тоже хотел задать этот вопрос, а сколько оплата вот этим сотрудникам, про которых вы говорите? То есть у вас вот кто-то работает в наймах, кто чистит, обслуживает, сколько цены? Да, которые работают непосредственно в магазине, они, ну, получают две тысячи в неделю, да, до этого, там, они месяц работали по 200 рублей в день, ну, конечно, они постоянно хотят, давай побольше зарплату, давай побольше зарплату, вот, но я стараюсь объяснить, что цены на все растут, все это недешево, ну, как бы, пока вот две тысячи в неделю, вот. Вот, даже не привязываю ко дню, а к неделям, потому что там по-разному бывает, вот, а так до этого, когда приходит, там, племянников подключал к этой работе, вот они ездили, там, по 300 рублей им платил, ну, они ученики вообще в школе учатся, там, старше, один в одиннадцатом классе, ну, и одну точку оставил для сына, у нас сын, 14 лет, он попросил папа, ты его не отдавай никому, ну, я буду сам ездить, и, в общем, ему нужны деньги, ему, у него девушка есть, он ходит с ним в ресторан, и делает, понятно, ему нужны деньги, и вот, ну, как бы, ему плачу это же. Ну, а так, две тысячи в неделю. Макс, этот человек принимал поставки на первом этаже, вручную нес его на четвертый этаж, все коробки мои, все это загружал, все это мыл, чистил, промывал, и у него единственный косяк был там за четыре месяца, он просто иногда путал бананы и сливки местами, все. Но тысячи рублей в день я закрывал глаза и говорил, хорошо, и я вообще там не появлялся, поэтому это один из прекрасных моментов как раз-таки этого бизнеса, что можно доверить, пару моментов проконтролировать, а потом это все будет работать уже на вас. Прикольно. Макс, есть какие-то еще вопросы? Ну, здесь вопрос в кофейнике, чтобы не уйти в минус, ну, числа, вот, цена 100 рублей, вот, всех кофейников, я понимаю. Да, здесь очень сложно оценивать, это есть специальные условия у магазина, да, это купюроприемник и 100 рублей, у них прям это стопроцентная история, да, то есть там не исправить. Окей, спасибо большое, Вячеслав, было очень приятно пообщаться. Спасибо, что пригласили. Да, было здорово. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы, которые были, поэтому давайте двигаться дальше.